Это Франция, Дордонь, Черный Перегор, родина Черного Трюфеля. Край фуагра и грецких орехов, но сегодня поговорим о Трюфеле. Не беспокойтесь, это не настоящая собака, это фигурка украшения садового участка. Иначе охотница за трюфелями. Так что самое время пойти и попробовать знаменитый черный трюфель. И пока всех угощают, расскажу о трюфеле. Вообще трюфели более 100 видов, но дело в том, что в число деликатесов вошло только два. Черный Перегорский трюфель и белый трюфель из Италии. Килограмм черного трюфеля продают от 1 до 3000 евро, а белого от 3000 евро. Кажется странным, но первыми с трюфелем познакомились крестоносцы. Именно они увидели, что жители Туниса на исходе зимы выкапывают и едят очень странные клубни. И решили привезти их на родину. Однако, за время дороги гриб сгнивал в сундуках. Не довезя ценный груз до дома, рыцари, тем не менее, начали о нем восторженно рассказывать, чем и породили необычайный интерес. Но, как оказалось, и привозить трюфель из дальних стран не было никакой необходимости. Рыцари заметили клубни, которые свиньи выкапывали из земли. Отобрали у свиньи, попробовали и убедились, что это не просто одно и то же, а гриб по вкусу и запаху, превосходящий своего пустынного собрата. Так черный трюфель начал в 14 столетии свое восхождение. Где и оставался на вершинах кулинарного олимпа в гордом одиночестве практически 6 веков. Но в 1931 году на сцене внезапно появляется белый трюфель. Конечно, он был известен и ранее, однако интереса не вызывал, так как, в отличие от черного, его ароматная композиция, состоящая из протухшего сыра, чеснока, ацетона и нестиранных носков, вызывала как минимум резкое неприятие. Но нашелся такой персонаж, которого звали Джакомо Мора, хитрец из Пьемонта. Именно он решил, что отныне белый трюфель побьет в цене черный. Для этого Мора договорился с шефами всех местных ресторанов, чтобы они в любых блюдах использовали белый трюфель, как приправу, а затем стал отправлять его в подарок всемирно известным политическим лидерам, деятелям шоу-бизнеса и даже папе римскому. В результате, через 40 лет, цены на два вида трюфелей сравнялись, а теперь белый в разы дороже черного. Если вам интересно, то самый дорогой трюфель на одном из аукционов был продан за 208 тысяч долларов. Как я уже говорила, есть белые и черные трюфели. Посмотрите, как они непрезентабельно выглядят. Поэтому на рынках раньше часто появлялись так называемые трюфельные обманщики. Что они делали? Они брали картофель, красили его и выдавали за трюфель людям, не знающим. Чего только они делают из трюфелей. И пасту, и чипсы. Сейчас мы их купим и попробуем. Есть не только соусы, чипсы и различные наполнители. Есть специальная доска, чтобы резать трюфели. Вернее, очень-очень тонко их крошить. Называется она мандолина. И стоит 60 евро. Перепробовав полмагазина, мы все-таки решили остановиться на чипсах. Еще какой-то соус. Картошки не чувствуется. Чувствуется соль и трюфель. Не донесли до отеля. Решили попробовать в первом попавшемся переулке. Я не понимаю, почему он стоит так дорого. В общем, не сложилось у меня с трюфелями. Потому что первое, что я ощутила, это резкий запах ацетона. Конечно, гурманы со мной не согласятся. Но что есть, то есть. Но дорога и время зовут нас дальше. В другие и не менее интересные места Дордонии. Мы скоро вернемся и будем ждать вас на наших экскурсиях в Барселоне. А пока-пока. И если вы досмотрели до конца и вам понравилось путешествие, Не сочтите за труд, поставьте лайк. А я буду готовить для вас новое путешествие. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!